Традиционный ананайский праздник первой киты провели сотрудники второго филиала детской библиотеки для ребят разного социального статуса клуба «Переменка». Культуру древнего народа вместе с детьми малообеспеченных семей и детьми-мигрантов познавала и наша съемочная группа. Я вас приглашаю на очень великий праздник на Дальнем Востоке – праздник первой киты. Ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также дети-мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Армении, впервые побывали на настоящем ананайском празднике. Школьники смогли окунуться в быту культуру коренных жителей Дальнего Востока. Мы решили, что для детей, которые приезжают из разных стран, очень важно узнать о культуре России, потому что они будут жить какое-то время в России. И так как мы живем на Дальнем Востоке, очень важно знать культуру именно народов Преамурья. Их очень много. Но вот именно сегодня мы посвятим нанайцам. Дети проверили свою ловкость в нанайской игре, примерили традиционные наряды, спели шаманские песни под загадочный звук бубна. Перевоплотиться в настоящего шамана и загадать заветное желание довелось и Кириллу Францеву. Они шаманят, чтобы они вызывают их духов, чтобы принести людям место плохого в добро. Участники праздника смогли оживить своими руками ту самую священную для нанайцев киту. Рыба для коренного народа – это не только пища, а элемент быта и религии. Ее активно применяют в производстве одежды. В детской библиотеке есть традиционные нанайские костюмы, сделанные по народным технологиям. Мы вместе с детьми разделали рыбу настоящую, это щука, мы ее разделали, выделывали мылом, уксусом, сушили. Здесь очень был запах, не очень, но потом все это высушилось и получилась вот такая вот шапка. Проводить активности для детей-мигрантов и детей из малообеспеченных семей библиотека будет все лето. Анастасия Незнанова, Валентина Букреева, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.